Его вклад в искусство трудно переоценить. Он снимался в фильмах «Тревожные ночи в Самаре», «Вечный зов», «Таз уполномочен заявить», «Хлеб имя существительное» и «Ермак». В Самаре на фасаде театра драмы увековечили память актера театра и кино, участника Великой Отечественной войны, народного артиста СССР, лауреата Государственной премии РСФСР Николая Михеева. Он играл на сцене самарской драмы 19 лет с 1970 по 1989 годы. Нашему театру повезло. Много лет Николай Александрович работал здесь, на нашей сцене. Была сыграна масса самых ярких ролей. И в этом году, когда появилась инициатива установки дневреальной доски в честь Николая Александровича, мы посмотрели и наш театр, и дом, в котором он жил. И коллективно приняли решение, что лучшим местом для доски будет все-таки стена родного для него театра драмы. В этом году исполнилось 100 лет с дня рождения Николая Михеева. Памятную доску создал тольяттинский скульптор Дмитрий Власов. А инициатором ее установки стал житель Самары, поклонник творчества Николая Михеева Андрей Фатенков. Рассказывает, ему повезло, видел маэстро на сцене в спектаклях самарской драмы. Это, конечно, высший пилотар был актер. Выдающий, если что говорить. Он был очень убедительный в своих ролях. Очень. Когда бабушка посмотрела фильм «Вечный из окна», как я терпеть не могу этого Михеева. Говорит, слушай, ну ты же мне Михеева не будешь. А это Демьяна и Нютина. Значит, он достучался от его сердца. В торжественном открытии памятной доски приняли участие губернатор Дмитрий Азаров, глава Самары Елена Лапушкина, руководители самарских театров, актеры. И, конечно, я думаю, что истинный могучий талант Николая Александровича Михеева раскрылся именно здесь, на Куйбышевской, Самарской сцене, благодаря гению Петра Львовича Монастырского. В этом нет у меня сомнений. А воплощение на сцене Николая Александровича Михеева, они, вне всякого сомнения, вошли в золотой театральный фонд не только нашего региона, а всей страны и мирового театрального искусства. Артист был особенный. В жизни он был очень закрытый человек. Такое ощущение, что он как бы включал энергосберегающее состояние для вечернего спектакля. Николай Александрович ходил как бы вот сгусток энергии. Но зато мне посчастливилось, я встретился с ним в одном спектакле, где я играл его сына. Вот здесь я получил в полной мере его эмоции и отцовскую любовь. После театра драмы Николай Александрович до самой смерти служил в театре «Самарт». Он играл главную роль в спектакле «Поминальная молитва». Умер артист в 1993 году. Виктория Шара и Николай Епифанов. События.